Света нет, отопление тоже. С такой проблемой не в первый раз сталкиваются жители деревни Озьмушкино. А всему виной перебои с электричеством. Последнее ЧП на электросетях, которое было прошедшей ночью, привело к тому, что у некоторых еще и бытовая техника сломалась. Обо всех своих трудностях жители Тукаевского района рассказали съемочной группе программы Челны-24. Суровая зима особенно чувствуется в деревнях, но жители Озьмушкино вышли на улицу, чтобы встретиться со съемочной группой программы Челны-24 и рассказать о своих проблемах. Жители поселка Озьмушкино даже дома погреться не могут, потому что часто и без предупреждений им отключают электричество. Между тем, в этом поселке очень много молодых семей с маленькими детьми. 7 часов в минусовой температуре. Хорошо, там была температура минус 4 всего лишь. И в минусовой температуре у нас мы были без отопления. У нас отопление только на электричестве. Нет электричества, нет отопления. Дома быстро остывают, люди замерзают. И спасаться от холода им приходится только теплой одеждой. Фуфайку одели, шапка. 18 градусов дома же холодно. Валеньки одела. Спать невозможно. Последнее отключение электричества случилось накануне вечером. До 4 утра его не было. По словам местных жителей, уже не менее 4 раз они оставались без света, в холоде. И проблеме этой не первый год. Но раньше они не оставались в темноте так часто. Вчера до такой степени мы аж прям испугались. Все заморгало, как гирлянды. Но опять же все, отопления нету, ничего нету, света нету. Всю неделю это происходило со среды прошлой. То на 2 часа, то на 7 часов отключится электричество. Так, перебои с электричеством не выдерживает и бытовая техника. У жителей массово начали ломаться приборы. А это дополнительные расходы. Да и где гарантия, что новая техника прослужит долго в такой ситуации? При отключении полетел у нас скважинный насос. Пришлось его вытаскивать, менять, покупать новую. А вчера уже отопительный котел. У меня основная проблема. Муж инвалид первой группы лежащий. Очень тяжело к такой ситуации. С такой же проблемой сталкиваются и жители поселка Новых, и они остаются без электричества. И у них отопление зависит от этого. Ежегодно зимой начинается отключение. Больших отключений это 2-3 стабильно, это на 8-10 часов. А мелкие мы не обращаем, там 30 минут, 40. Глава Осьмушкинского сельского поселения сообщил, что о проблеме он знает. Это отключение произошло из-за сачка напряжения, потому что соседи, эти же жители, или же сами жители, скорее всего застройщики, наверное, включают мощную аппаратуру около 500 кВт. По словам Рамиля Адеева, подстанция работает на 200%, то есть практически на износ, на полную мощность. Это и приводит к перебоям. Но проблемы и в Осьмушкиной, и в новом решается. Эльмира Гайнудинова, Радик Ганеев, Челны 24.